Здравствуйте, меня зовут Галин Алисей Михайлович. Я преподаватель СУНЦ МГУ, доцент кафедры химии и преподаватель гимназии 1588, которая сейчас является подразделением школы интеллектуалов. На первой лекции мы научились записывать продукты реакций окисления органических веществ. А сейчас мы научимся уравнивать эти реакции. Начнем мы с реакции окисления этилового спирта, которую научились записывать в прошлый раз. Итак, этиловый спирт окисляется марганцовкой в присутствии серной кислоты. Как мы знаем, в результате этой реакции он превращается в уксусную кислоту. Калий в составе марганцовки в присутствии серной кислоты переходит в калий-2СО4. Марганец переходит в марганец-2СО4. А водород, имеющийся в серной кислоте и в органическом веществе, переходит в воду, H2O. Наша задача очень простая. Подобрать коэффициенты в этой реакции, чтобы все химические элементы были уравнены. Согласно школьной программе и большинству учебников, мы должны расставить степень окисления и использовать метод электронного баланса. К сожалению, в органической химии часто очень трудно расставлять степень окисления в органических веществах. Поэтому мы будем использовать другие методы уравнивания окислительно-восстановительных реакций. Метод атомов кислорода и метод системы уравнений. Начнем уравнивать с метода атомов кислорода. Для того, чтобы использовать этот метод, надо по отдельности уравнять реакцию окисления органического вещества и реакцию, в которой будут участвовать только неорганические соединения. Начинаем с реакции окисления органического вещества, в которой этанол превратится в уксусную кислоту. Запишем эту реакцию снова. Итак, этанол под действием марганцовки превращается в уксусную кислоту. Вначале мы уравниваем атомы водорода. Мы видим, что слева на два атома водорода больше, чем справа. Поэтому, чтобы уравнять атомы водорода, мы справа пишем еще одну молекулу воды. В данный момент у нас в реакции уравнены все элементы, кроме кислорода. А кислород уравнять очень просто. Мы будем его уравнивать буквами О. Мы видим, что слева одна буква О, а справа три буквы О. Значит, чтобы количество букв О и справа было одинаково, мы налево добавляем две буквы О. Теперь мы уравниваем неорганические вещества. Реакцию, в которой перманганат калия переходит в сульфат марганца и сульфат калия. Запишем эту реакцию. Перманганат калия реагирует с серной кислотой. При этом образуется сульфат калия, сульфат марганца и вода. Итак, уравняем эти реакции, эту реакцию с помощью букв О. Чтобы уравнять калий, мы перед марганцовкой напишем два. Чтобы уравнять марганец, мы напишем два перед сульфатом марганца. Теперь нам нужно уравнять сульфат ионы, СО4. Мы видим, что справа у нас три сульфат иона, поэтому перед серной кислотой мы напишем три. Осталось уравнять водород. Слева у нас шесть атомов водорода, чтобы уравнять водород. Справа пишем три перед молекулой воды. Сейчас у нас уравнены все химические элементы, кроме кислорода. А кислорода уравнять очень просто. Мы видим, что вне ионов СО4, которые у нас уравнены, у нас слева дважды четыре восемь кислородов, а справа три. Чтобы уравнять кислород, надо в правую часть прибавить пять букв О. Пишем плюс пять О. Итак, мы записали две химические реакции, где уравнены все элементы. Чтобы перейти к требуемому уравнению реакции, нужно сложить эти две реакции так, чтобы буквы О слева и справа уничтожились. В первой реакции слева мы видим две буквы О, а во второй реакции справа пять букв О. Чтобы буквы О уничтожились, мы должны левую реакцию умножить на пять, а правую умножить на два и сложить две эти реакции. После сложения этих реакций мы получим следующую картину. Будет 5 молекул этилового спирта, они превратятся в 5 молекул уксусной кислоты. Итак, первую реакцию мы умножили на 5. Значит, из 5 молекул этилового спирта образуется 5 молекул уксусной кислоты. Запишем это в исходной реакции. Из 5 молекул этилового спирта образуется 5 молекул уксусной кислоты. Теперь смотрим вторую реакцию. Ее мы умножали на 2. Значит, слева перед марганцовкой будет коэффициент 4, перед серной кислотой 6. 4, 6. Какие будут коэффициенты справа? Значит, так мы ее умножали на 2, перед сульфатом калия будет 2, перед сульфатом марганца будет 4. Здесь записываем 2, здесь записываем 4. Теперь необходимо внимательно вычислить коэффициент перед молекулой воды, поскольку вода образуется как в первой, так и во второй реакции. Первую реакцию мы умножаем на 5, значит, она дает 5 молекул воды, а вторую на 2, 2х3, 6, она дает 6 молекул воды. 6 и 5, 11. Значит, в исходной реакции перед молекулой воды мы записываем 11. Если внимательно посчитать количество атомов каждого элемента слева и справа в этом уравнении, мы увидим, что реакция уравнена. Вот так, очень просто, без расстановки степени окисления мы уравняли такую сложную реакцию. Итак, мы научились уравнивать реакции методом атомов кислорода. Возможно, кому-то этот метод покажется неудобным. Поэтому мы рассмотрим другой метод, метод системы уравнений. Чтобы уравнять ту же самую реакцию методом системы уравнений, необходимо перед формулой органического вещества написать х, а перед формулой пермаганата калия написать 2у. Очевидно, что из х молекул этилового спирта получится х молекул уксусной кислоты. Чтобы уравнять калий, перед сульфатом калия, понятно, надо написать у. А чтобы уравнять марганец, перед сульфатом марганца, надо написать 2у. Чтобы уравнять серу, надо написать перед серной кислотой 3у. Это у из калия 2СО4 и 2у из марганца-СО4. Итак, у нас уравнены все элементы, кроме кислорода и водорода. Вначале уравняем водород. Каждая молекула этилового спирта, переходя в уксусную кислоту, теряет 2Х атомов водорода. Запишем это. Количество атомов водорода в серной кислоте будет равно 6у. Значит, общее количество атомов водородов, которые слева теряются, будет равно 2х плюс 6у. Так как в молекуле воды 2 атома водорода, то перед формулой воды мы записываем коэффициент, равный этому выражению, деленному на 2. То есть Х плюс 3у. Итак, мы уравняли все элементы, кроме кислорода. Теперь уравняем кислород. Для того, чтобы уравнять атомы кислорода, мы учтем, что мы уже уравняли ионы СО4. Поэтому мы будем рассматривать только кислород, находящийся вне ионов СО4. То есть кислород в этиловом спирте, в уксусной кислоте, в калий-марганец-О4 и в воде. Посмотрим, сколько у нас слева атомов кислорода. Это будет Х атомов в этиловом спирте и дважды 4,8, 8у атомов в калий-марганец-О4. Поэтому, чтобы уравнять атомы кислорода, мы слева запишем Х плюс 8у. Это число атомов кислорода в левой части. Сколько же атомов кислорода в правой части? Это будет 2Х атомов в этиловом спирте, а также Х плюс 3у атомов в воде. Записываем. Число атомов кислорода в правой части будет равно 2Х плюс Х и плюс 3у. Теперь необходимо решить это уравнение в целых числах. Мы проводим очень простые преобразования. И получаем, что 5у будет равно 2Х. Для того, чтобы решить это уравнение в целых числах, надо просто поменять вот эти коэффициенты. Решение будет таким. У равен 2, а Х равен 5. Теперь У равен 2, а Х равен 5 мы подставляем в исходное уравнение реакций. Если Х равно 5, значит перед молекулой этилового спирта и перед молекулой уксусной кислоты будет коэффициент 5. Если У равен 2, значит перед марганцовкой будет 4, перед серной кислотой 6, перед сульфатом калия 2, перед сульфатом марганца 4. И теперь необходимо подставить Х равное 5 и У равное 2 вот в это выражение. Значит получается 2х3, 6 плюс 5, 11. Перед молекулой воды получаем коэффициент 11. Итак, мы снова уравняли эту реакцию, но другим методом. Выбирайте любой из этих методов, какой вам больше нравится. Теперь мы рассмотрим реакцию окисления алкенов перманганатом калия. Мы будем использовать перманганат калия как в кислой, так в щелочной и в нейтральной среде. Здесь имеется раствор перманганата в кислой среде. В этом стакане находится раствор в нейтральной среде. А здесь раствор в щелочной среде, который мы видим уже несколько изменил окраску из-за того, что присутствует большая концентрация гидроксида натрия. В качестве алкена мы будем использовать скипидар, который легко купить в магазине. Он представляет собой смесь сложных природных соединений, являющихся алкенами. Приливаем скипидар каждому из наших растворов. Приливаем к перманганату калия в щелочной среде и перемешиваем. Мы видим, образуется зеленая окраска, которая говорит о том, что образовался марганец в степени окисления плюс 6. Как мы видим, эта окраска очень неустойчивая и через некоторое время исчезает, так как марганец в степени окисления плюс 6 неустойчив и разлагается. Приливаем скипидар к раствору перманганата калия в нейтральной среде. Перемешиваем. Мы тоже видим, наблюдается изменение окраски, но образуется коричневый раствор, точнее, это взвесь мельчайших частиц марганец-О2. В нейтральной среде марганцовка превращается в марганец-О2. Приливаем скипидар к кислому раствору марганцовки и перемешиваем. В этом случае мы наблюдаем полное обесцвечивание раствора, так же, как и в случае с этиловым спиртом. Причем в случае алкенов, в данном случае скипидара, реакция, как мы видим, идет намного быстрее, чем в случае этилового спирта. Теперь мы попробуем записать реакцию, которая происходила при взаимодействии скипидара с перманганатом калия в кислой среде. К сожалению, скипидар представляет собой смесь сложных органических соединений, поэтому их уравнивать будет нам непросто. В качестве примера вещества, похожего на те, которые содержатся в скипидаре, мы возьмем такой алкен, как метилциклогексен. Вначале нам будет необходимо написать продукт реакции окисления метилциклогексена перманганатом калия. Для этого мы, как я уже объяснял в первой лекции, разрезаем двойную связь и вставляем в нее буквы О. С одной стороны и с другой стороны. Мы видим, что сверху у нас альдегидной группы нет. Атом углерода карбонильной группы имеет с обоих сторон соседа углерода. А снизу мы видим альдегидную группу. Следовательно, ее также нужно окислить и получить кислоту. Вставляем атом кислорода в CH-связь альдегидной группы. Полученное нами сейчас соединение и будет продуктом реакции метилциклогексена с перманганатом калия в кислой среде. Мы записали, что из метилциклогексена при окислении его марганцовка в кислой среде образуется вот такое вот сложное соединение, представляющее собой одновременно кетон и карбоновую кислоту. Теперь нам нужно уравнять эту реакцию. Вот эта реакция. Метилциклогексен реагирует с марганцовкой в присутствии серной кислоты. Образуется написанное уже нами соединение, а также сульфат калия, сульфат марганца и вода. Снова для расстановки коэффициентов в этой реакции мы будем использовать метод атомов кислорода. Так же, как и в прошлый раз, мы вначале рассматриваем реакцию окисления органических веществ. То есть реакцию превращения метилциклогексена в продукт окисления. Если сравнить формулу метилциклогексена с формулой вещества, которая образуется при его окислении, то видно, что количество атомов водорода в обоих этих молекул одинаковое. Поэтому, чтобы уравнять эту реакцию, надо только прибавить слева три буквы О. Итак, реакция органических веществ уравнена. Теперь уравняем реакцию неорганических веществ, в которой пермаганат калия реагирует серной кислотой и превращается в сульфат калия, в сульфат марганца и в воду. Это очень простая реакция, которую мы уже один раз уравнивали. Перед марганцовкой мы ставим 2, перед сульфатом марганца 2, перед серной кислотой 3 и перед водой 3. Чтобы уравнять кислород, мы слева... Слева у нас вне СО4 8 кислородов, а справа 3. Чтобы уравнять кислород, мы справа прибавляем 5 атомов кислорода. Итак, у нас имеется две реакции. Вверху только органические соединения, внизу только неорганические соединения. Чтобы обе реакции уравнены. Чтобы получить исходное уравнение реакции, нужно сложить эти две полуреакции так, чтобы атомы кислорода уничтожились. Для этого верхнее уравнение мы умножим на 5, а нижнее на 3. Если мы верхнее уравнение умножим на 5, значит перед формулами метилцеглогексена и продукты его окисления будут коэффициенты равными 5. Итак, здесь записываем 5. Если мы нижнее уравнение умножим на 3, то значит перед марганцовкой будет слева 6, а перед серной кислотой 9. Значит, соответственно, перед сульфатом калия будет 3, перед сульфатом арганца будет 6, а перед водой будет 9, поскольку вода образуется только в этой реакции, а в первой реакции вода не образуется. Так переписываем. 3, 6, 9. Если проверить, то будет видно, что эта реакция уравнена. Количество атомов каждого элемента справа и слева одинаково. Теперь для уравнивания этой реакции мы используем метод системы уравнений. Как уже говорилось, для того, чтобы использовать этот метод, перед органическим вещтом мы пишем коэффициент х, а перед марганцовкой 2у. Очевидно, что из х молекул циклогексена образуется х молекул продуктов окисления. Из 2у молекул калия-марганца-4 получится у молекул калия-2СО4 и 2у молекул сульфата-марганца. Справа у нас всего у плюс 2у, то есть 3у ионов СО4. Поэтому перед серной кислотой пишем 3у. Осталось уравнять водород. Если сравнить формулу исходного вещества и продукты его окисления, видно, что в молекулах одинаковое количество водорода. Поэтому, чтобы уравнять водород, мы берем только водород из серной кислоты. Следовательно, перед водой надо тоже написать 3у. Сейчас у нас уравнены все элементы, кроме кислорода. Но кислород внутри СО4 уже уравнен. Поэтому берем кислород вне СО4. Это будет кислород в перманганате калия, кислород в продукте окисления нашего вещества и кислород в воде. Итак, слева кислород содержится только в перманганате калия. И его 8у атомов. Пишем 8у. А справа кислород содержится в продукте окисления, здесь его 3х. И в воде, здесь его 3у. Значит, пишем, что справа количество атомов кислорода будет равно 3х и 3у. Теперь решаем это уравнение в целых числах. Получаем, что 5у будет равно 3х. Тогда, чтобы получить решение, мы меняем местами эти цифры. Получаем, у равно 3, а х равно 5. Теперь у, равное 3, а х равно 5, подставляем в исходное уравнение. Получаем, значит, здесь будет 5, здесь будет 5, здесь будет 6, здесь будет 9, здесь будет 3, здесь будет 6. А здесь будет 9. Если сравнить полученные коэффициенты с теми, что мы получили в первый раз, мы увидим, что коэффициенты одни и те же. Реакция уравнена верно. Итак, мы научились с вами уравнивать окислительно-восстановительные реакции органических веществ. Как вы видите, есть два способа, каждый из которых не требует сложной расстановки степени окисления в органических веществах. Позволяет быстро найти коэффициенты в этих реакциях. На ЕГЭ во многих случаях нам требуется уравнивать такие реакции. Однако, от вас не будет требоваться уравнивать их обязательным методом электронного баланса. Вы можете применить любой метод, лишь бы он дал правильные коэффициенты в уравнении их реакций. Я надеюсь, что данные методы, которые я вам рассказал, помогут вам при подготовке к единому экзамену и также при подготовке к другим экзаменам и олимпиадам по химии. Продолжение следует...